Приветствую вас и понимаю, насколько вам сейчас тяжело. Насколько вы ощущаете давление со стороны и родных мужа, и со стороны отсутствия стабильности и так далее. Вы знаете, вот я читал ваше письмо, и у меня складывалось такое ощущение, что вы, ну, любите своего мужа очень сильно. Но при этом, при этом, у вас есть постоянный страх. Страх того, что что-то пойдет не так. Вы знаете, есть две основные проблемы, которые вытекают из того, что вы написали. Первая проблема – это средства, деньги. Вторая проблема – это родители вашего мужа. И с родителями вашего мужа на самом-то деле это довольно просто. Вам, вот я рекомендую вам почитать, что есть старческое слабоумие. Просто почитать. И понять, что происходят необратимые органические последствия в коре головного мозга человека. Вследствие чего он меняется до неузнаваемости. Совершенно до неузнаваемости. И не осознает, что делать. Другое дело, что таких людей обычно сдают в дом престарелых или помещают в клинику. Почему? Ну, потому что, например, вот свекор, или свекор, прошу прощения, буйный человек. Он оскорбляет, унижает и так далее. Про оскорбление и разговор вообще отдельный, но речь сейчас не об этом. Вам некомфортно. Это то, что для вашего мужчины является приоритетным, по идее. Его любимое женщине некомфортно в собственном доме. Соответственно, возникает вопрос. Но если женщине неудобно в собственном доме, то либо мы переезжаем в другое место, а за родителями назначаем опеку. Либо мы, как бы, родителей куда-то переселяем. И вот, знаете, с мужем вам нужно бы очень серьезно на эту тему поговорить. Сказать ему, что от этих всех криков не только у вас нервы сдают, но и нервы сдают также у ребенка. На него это влияет очень сильно. И спросить, почему вы с ребенком должны это терпеть? Хорошо. Мама еще куда-нибудь шло. Мама – муж. Но отец, один отец, он доставляет откровенные неудобства. Это еще вы понимаете, что он кричит о слабоумии, а ребенок-то этого не понимает. И он вынужден жить в крике. В постоянном крике. Вот и нужно донести до мужа, что подобное неприемлемо. И либо вы переезжаете куда-то, либо, простите, вы слишком дорожите своим ребенком и его психическим здоровьем, чтобы подвергать его такому риску. Вам нужно четко сказать мужу, что если что-то не изменится, вы терпеть не будете. Не ради себя, а ради ребенка. И да, я понимаю, что вам не хочется уходить. Но, может быть, уходить не придется. Вашему мужу нужен толпшок. Ему нужен стимул для того, чтобы начать что-то делать. Допустим, на совершенную отца мужа, скажем, в клинике или, там, няню нанять на деньги. Вот и деньги, как раз таки, стимул для того, чтобы работать больше. Именно такой. И в итоге мы приходим к следующей цепочке. Мужчина боится потерять вас из-за своего отца, прошу прощения. Чтобы решить проблему с отцом, он должен решить вопрос жилищного плана. Для этого ему нужно больше работать. Чтобы больше работать, ему нужно либо зарабатывать здесь больше, поставку, либо подработку найти. Либо уехать в Канаду, и там в Канаде уже, значит, работать, а всегда присылать деньги на задержание и опеку родителей. Поскольку, думается, мне в Канаде платят больше, тем более, что там у него есть бизнес, что-то еще. Проблемы с деньгами не будут. И можно будет обеспечить достойный уход родителям. Либо, как бы, няньку нанять, либо до престарелых их отправить. Но что-то с этим делать нужно. И, понятное дело, что вы уже это говорили, наверное. Но нужно подкрепить свои действия, свои слова, поступками. Как? Реально сказать? Что терпеть это вы не собираетесь. Что это вредит ребенку, а его здоровье для вас важнее всего. И вот ваш муж, как отец ребенка, как тот, кто несет за него ответственность, увидев эту связь, значит, что-то предпринимает. Либо, простите, он не любит ни вас, ни ребенка. И тогда с ним, тем более, нечего делать. Но эта ситуация решается именно так. Жесткая защита ваших с ребенком интересов. Потому что интересы родителей, может, защищаются, интересы, может, тоже защищаются, а вы, получается, в проигрыше. Как-то это, согласитесь, нечестно. И честность можно восстанавливать. Но, как правило, люди не склонны восстанавливать честность тогда, когда это не в их пользу. И вот именно поэтому нужно отстаивать свои интересы самостоятельно и, если потребуется, подкрепить это действие. И пусть эти действия будут, может быть, показными, может быть, наигранными, напускными. Но они преследуют одну лишь цель. Показать серьезность ваших намерений. Сможете показать серьезность намерений, мужчина начнет что-то делать. Не сможете, так и будете жить в скандале. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.